Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наш разговор о том, какие действия необходимо предпринять, если вы хотите выиграть в касационном суде общей юрисдикции в гражданском деле. Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о такой вещи, какую форму из себя представляет касационная жалоба и какие основания для отмены, изменения, удовлетворения иных требований касационной жалобы указаны в законе. Итак, дорогие друзья, в прошлом ролике мы с вами говорили о том, какие именно формальные составляющие части должны содержаться в касационной жалобе в соответствии с законом, наименование суда и так далее и тому подобное. А сейчас мы поговорим о том, что особенно интересует людей, которые впервые сталкиваются с касационной практикой, с касационным производством и так далее. А в каком виде должна быть касационная жалоба? Дорогие друзья, ни в одном из законов не написано, в какой именно форме она должна. Есть необходимые формальные элементы, которые должны быть включены. Но практикой выработана соответствующим образом структура касационной жалобы, которая позволяет донести свою мысль надлежащим образом до касационного суда. А это основная задача в ходе касационного производства донести мысль до касационного суда, убедить касационный суд в своей правоте и представить доводы таким образом, чтобы именно доказать, убедить касационную инстанцию удовлетворить требования, которые вы заявляете в касационной жалобе. Итак, дорогие друзья, на практике касационная жалоба у нас состоит из четырех частей. Это вступительная часть, описательная часть, мотивировочная часть и просительная часть. То есть вот это основные четыре элемента. Вводная, описательная, мотивировочная и просительная. При этом, дорогие друзья, в зависимости от предмета спора, в зависимости от судебного решения, эти части, они могут комбинироваться. Во вступительной части, в первой части касационной жалобы всегда указываются те реквизиты, которые являются обязательными. То есть это так называемая шапка касационной жалобы. И во вступительной части, конечно же, указывается наименование, что это касационная жалоба. Указывается соответствующим образом, на какое решение подается. И во вступительной части, конечно же, описывается, что таким-таким-то судом было принято такое-такое-то решение. К примеру, судом первой инстанции было принято решение такое-такое-то об удовлетворении либо отказе. Потом оно было рассмотрено апелляционной инстанцией и было принято такое-такое-такое-такое-то решение. То есть, вот это у нас все указывается во вступительной части касационной жалобы. И отсюда мы уже видим, что соответствующим образом у нас есть шапка, есть вступительная часть. Мы ввели в вступительные части касационной жалобы суд касационной инстанции уже в курс дела, о чем будет идти речь. Следующая часть касационной жалобы это описательная часть. Здесь вы уже описываете, какие соответствующим образом у нас есть судебные решения по своей сути, о чем суд говорил в своих судебных решениях, какие доводы стали основанием для удовлетворения требований, либо для отказа в удовлетворении и так далее. То есть, вы описываете фактические обстоятельства, которые сложились, фактические обстоятельства, которые были установлены судом, то, как эти фактические обстоятельства отображены непосредственно в судебных решениях и так далее. То есть, соответствующим образом вы все эти моменты указываете в описательной части. И исходя из описательной части уже подводите суд к тому, с чем конкретно вы не согласны. И что, по вашему мнению, было ошибкой при судебном рассмотрении? Какие это были действия суда? Возможно, какие-то процессуальные нарушения? Возможно, нарушение норм материального права? Возможно, это соответствующим образом неправильное установление фактических обстоятельств дела? То есть, вот эти элементы вы постепенно в описательной части подводите. И уже в мотивировочной части мотивируете. Что вот здесь я считаю, что такие-таки доводы, аргументы суда неправильные. Что вот здесь суд провел неправильные действия, дал неправильную оценку доказательств и так далее. И соответствующим образом, если в описательной части вы анализируете решение суда, то в мотивировочной части вы объясняете суду, ссылаетесь на конкретные нормы закона, на судебную практику и так далее. Почему вы считаете те или иные постулаты неправильными? Те или иные действия неправильными? Те или иные обстоятельства неправильно установленными? Неправильное применение материального закона? Неправильное применение процессуального закона и так далее. Вот здесь ссылки на законодательные акты, ссылки на судебную практику, ссылки на постановление Пленума Верховного Суда и так далее, на подзаконные нормативные акты, на недостатки конкретные, которые содержатся в протоколах судебных заседаний, на недостатки конкретные, которые были допущены судом и так далее. Вот это все в мотивировочной части. А уже в четвертом элементе касационной жалобы, в просительной части, вы выдвигаете конкретную просьбу, потому что это обязательный элемент касационной жалобы, о чем вы просите суд. Потому что суд касационный, как правило, рассматривает дело в пределах касационной жалобы. Конечно, он имеет право выйти за пределы касации. Это никто ему не запрещает. Но, дорогие друзья, как правило, все это в пределах касационной жалобы. Вот здесь, после просительной части, идет тоже обязательный элемент. Это приложение. Приложение – это формальный элемент необходимый, в котором вы прикладываете копии судебных решений, документы, которые подтверждают ваши доводы и так далее. Вот это как бы общая структура. Но, дорогие друзья, еще раз вам говорю, это все установлено практикой. И нигде в законе это не закреплено. Поэтому эти структурные элементы, они могут меняться, смешиваться и так далее. Кто-то излагает по пунктам. К примеру, очень часто такую схему приходится видеть, когда в касационной жалобе сначала описываются то, какие решения были приняты, а потом идет разбивка на три элемента. Первый элемент – идет мотивировочная часть по фактическим обстоятельствам дела. Второй элемент – это идет мотивировочная часть по нарушениям норм процессуального права. И третий элемент – это идет мотивировочная часть по нарушениям норм материального права. То есть вот такая бывает схема. Бывает, что в общем описывается решение и выделяется какой-то элемент, на котором построено это все судебное решение. И этот конкретный элемент поддается критике в касационной жалобе. Бывает, что несколько посылов, несколько постулатов, которые выдвигает суд в своем судебном решении, и зачастую каждый из них по отдельности анализируется, и он описывается, и потом идет мотивировка, почему мы считаем его неправильным. Потом берется следующий элемент, он описывается, и идет мотивировка, почему мы считаем неправильным. И вот так по элементам, по этажам разбирается жалоба. Здесь тоже внутри этой схемы бывают самые разные подходы. Кто-то считает, что вначале нужно разбирать незначительные нарушения, идти от простого к сложному, а в конце касационной жалобы уже делать акцент на самых серьезных нарушениях, железобетонных, которые служат основанием для отмены судебных решений. Кто-то наоборот идет от сложного к простому. То есть вначале, как тяжелую артиллерию, запускают самые существенные нарушения, допущенные судом, они подвергаются критике. А затем идет от простого, от сложного к простому и так далее. Здесь все зависит от подхода, от конкретного судебного решения и так далее. Вот это, дорогие друзья, то, что хотелось бы вам сказать о структуре. Поэтому правильно тактически построенная касационная жалоба позволит донести соответствующим образом до суда ваши мысли, ваши претензии к судебному решению и доказать его незаконность, необоснованность и так далее. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось сегодня поговорить. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, по контактам, которые я указываю в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много интересного. Пишите на телеграм, ватсап, в почту, в комментариях к видео, по телефону звоните. На все вопросы постараюсь дать ответ, проконсультировать, ну и, конечно же, при необходимости оказать практическую помощь. Удачи в ваших делах, счастливо и выигрыша в суде.